Всем привет, с вами Оксана Майкова, Испания. Я занимаюсь тем, что помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно, вернее так, готовлю к приобретению недвижимости. То есть, если вы решили сэкономить, допустим, на адвокатах, да, давайте это пусть будет такой небольшой мастер-класс, то есть вы решили сделать все сами. Я скажу сразу, что это не моя позиция, то есть я обращаюсь к услугам адвоката, но бывает такая ситуация, что недвижимость совсем недорогая, и вам бы не хотелось, допустим, лишних расходов, да, поэтому нужно будет делать кое-какие вещи самому. Особенно, если вам нужна ипотека, конечно, это сложнее, безусловно, но это вообще сложно, вам нужен кто-то, вам нужен представитель, помощник, но опять же, да, я этим занимаюсь, да, я могу представлять ваши интересы, но видео не о том, как могу помочь. Видите, я сейчас в процессе, мы оформляем ипотеку, то есть сумма небольшая, но, тем не менее, все процедуры нужно сделать. И для меня открытием было в этот раз, что нужно, да, называется это дар ля альта де не, то есть номер иностранца, мы получаем номер иностранца в полиции, и для того, чтобы банк утвердил нам ипотеку, у нас остался последний шаг, это дать как бы разрешение с налоговой, то есть вот налоговая за моей спиной, называется она Сьенда по-испански, Ну, конечно, помотали они меня сегодня, то есть получилось, что почти час, да, я потратила на то, чтобы это сделать. В принципе, что нужно, нужно заполнить одну форму, номер ее 030, эта форма заполняется вами, когда вы здесь находитесь, либо, опять же, вашим представителям при наличии ПАДЭРа, то есть при наличии разрешения на предоставление от вашего имени документов. ПАДЭР стоит, сразу скажу, 80 евро, мы за него заплатили, за генеральный, но этот ПАДЭР дает мне право полностью представлять ваши интересы в банке, при покупке, при подписании, то есть при доставлении документов, при выписке чеков из банка, то есть без вашего присутствия, в принципе, квартиру, ну не в принципе, а квартиру оформить можно. Так вот, сегодня я пришла в полицию, и вот сейчас они меня гоняли, то есть по всем, там, куда можно и туда нельзя. То есть что я сделала? Сделала копию генеральной доверенности, сделала копию паспортов, и вот этой вот формы, заполнила форму, где нужно указать, смотрите, домашний адрес ваш в вашей стране и адрес проживания ваша здесь. То есть к этому нужно подготовиться, опять же, мы всегда говорим, что как бы мы, кому бы мы не платили, кто бы не занимался нашими делами, контролировать нужно вам. Опять, если ваш представитель, да, человек профессиональный, сознательный, и он действительно представляет ваши интересы, естественно, он для вас это все сделает. То есть, ну, контроль, ребят, никогда не скидывайте руку, да, с контроля, то есть, понимаете, одну простую вещь, что, что бы вы ни делали, то есть, это ваша личная ответственность, и спросить, насколько компетентен ваш представитель, насколько он такие вещи знает, просто почему, опять же, вот, получилось так с Альтой. Всегда интересы моих клиентов представляли адвокаты, поэтому я как бы со своей стороны вот с такими нюансами не сталкивалась. Но вот сознательно сейчас прошла этот путь, мне было интересно, да, как, насколько, насколько бюрократична система, насколько она ко мне навстречу, насколько люди идут навстречу, насколько они открыты. То есть, естественно, я решила это пройти. Сама в этом ничего сложного нет, единственное, это нужно знать язык, да. То есть, здесь смотрите сами, берете ли вы переводчика, опять же, если вы берете переводчик, это вам будет значительно дешевле стоить, потому что оплачивать вы будете по часам, а если вы его нагрузите еще, так, знаете, посильнее, он будет понимать, что неделю он на вас работает, то здесь вы тоже можете неплохо сэкономить, да, на покупке вашей собственности или на инвестициях, как вы хотите, как вы это называете. Бояться ничего не нужно, самое главное, ребят, нужно уметь находить общий язык со всеми. То есть, если вы открыты миру, если вы знаете, что вы делаете и не ждете чудо от природы, то есть в таком случае, естественно, у вас все получится. С вами была Оксана Майкова, да, еще раз скажу, что я помогаю инвестировать, представляю ваши интересы по недвижимости во всех ее ракурсах. Пожалуйста, обращайтесь, но перед тем, как поехать, перед тем, как приехать в страну и начать процесс, пожалуйста, подготовьтесь, подготовьтесь. Чем лучше вы подготовлены, тем вам проще, будет проще, больше геров сэкономите, скажем так. Вот эти все страхи и неуверенность идет от того, что мы просто не знаем, что делать и как это все происходит. Для этого у нас есть школа профессионального покупателя Самсибири, где мы работаем в группах, где я работаю с вами индивидуально, то есть конкретно по вашим запросам, по вашим желаниям, то есть не забывайте об этом. И жду вас на своих сайтах, да, можете получить бесплатную консультацию, всегда вас проконсультирую, направлю, то есть ничего в этом страшного нет, то есть входите в контакт, учитесь коммуницировать, вам это пригодится. С вами была Оксана Майкова, пока-пока-пока, жду вас на курсах и на консультации. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова, пока-пока, увидимся в следующем видео. До новых встреч!